Без долгов и в тепле на крупнейшей электростанции Т-Плюс Самара собрались представители самых ответственных управляющих компаний и ТСЖ региона. Повод приятное и награждение лучших по итогам 2016 года. 300 организаций из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска заслужили благодарность от теплоэнергетиков. А представители 22-х приняли участие в экскурсии по производственным цехам ТЭЦ Автоваза и узнали, как работает большая энергетика. Работать без долгов в сфере ЖКХ можно и нужно. Это доказали более 300 организаций региона. Они своевременно рассчитываются с поставщиком тепла. Благодаря этим потребителям самарские энергетики имеют возможность производить замену изношенных коммуникаций и вводить в эксплуатацию новое оборудование. Они наши партнеры, не клиенты даже, а партнеры, потому что отношения... Люди понимают, как это важно. Люди своевременно, добросовестно выполняют закон, оплачивают ресурсы. Видите, у них есть тоже к нам вопросы, но они решаются в рабочем порядке, поэтому без этого не обходятся. Но вместе с тем они выполняют свою основную функцию. Они получили ресурс, они признали его, они его оплатили в свое время. Компания работает с 2009 года в Тольятти, и мы ни разу не банкротились, не ликвидировались, не реорганизовывались. Соответственно, все наши отношения выстроены с ресурсоснабжающими организациями в частности. В протяжении последних лет у нас никаких, скажем так, просрочек, ну скажем так, свыше текущих у нас нет. Вместе с тем проблема региональных долгов в ЖКХ остается острой. Нам нужно решить вопрос с тем долгом, который у нас образовался в предыдущие годы. И сейчас в этом году такая задача поставлена. Мы намерены, ну первое, собрать эти деньги, и второе, мы намерены их направить и вложить как инвестиционные проекты по развитию тепловых узлов по Самарской области. На сегодняшний день долг за тепло перед самарскими энергетиками превысил 7 миллиардов рублей. За год эта сумма уже выросла на 350 миллионов. Дмитрий Лобанов, Иван Бригадиренко. Новости губернии Тольятти.